Учебный год Здравствуйте Людмила Геннадьевна, ну понятное дело, буквально тут через два дня букеты, банты, у кого-то первый звонок, ну а дальше, видимо, наступят все-таки суровые будни школьные, может быть, конечно, не суровые для педагогов, для учеников условия труда. Как они изменились за последнее время? Что создано для образовательного процесса? Как сейчас выглядят наши тегические школы? Ну, во-первых, мне очень хотелось бы сказать, что будни наши радостные. Многих коллег встречаю и говорят, парадокс, но мы соскучились по школе, потому что это уже образ жизни. Это не просто профессия учительская, это образ жизни. Конечно, этот год для нас очень тоже важный и ответственный. И много уже сделано и в нашем городе, в год педагога и наставника. И если говорить об условиях труда, то, конечно, они изменились в лучшую сторону. Но, допустим, мы 30 лет тому назад о таком даже и мечтать не могли. Сегодня уже интерактивные доски – это как обыденность уже, да? Прекрасные технические средства обучения, облегчение огромное. Потому что сегодня мы видим, как оснащаются наши школы. Особенно на тех, которые прошли капитальный ремонт. И там совершенно новые кабинеты. Значит, и кабинеты физики, химии, информатики, технологии. Когда вводятся и 3D-принтеры, и какие-то необыкновенные машинки швейные, там, где все это вышивается. И телестудии у нас школьные есть. То есть для учителя, ну, вот в плане оснащения его места работы, созданы великолепные условия. Мы ежегодно проводим конкурс на лучшее рабочее место учителя или воспитателя. И видим, как меняется. Но самое-то ведь главное даже не то, что у него есть, какой у него там стол, какой компьютер перед ним, значит, стоит. А самое-то главное, что вложил сам учитель вот в свое рабочее место, в его оснащение, его учебно-методический комплекс, умение пользоваться различными образовательными технологиями. И, конечно, мы видим огромный вклад и руководителей образовательных организаций, которые очень тоже заботятся о создании благоприятных рабочих мест. Мы поощряем не только учителей, которые в этом конкурсе побеждают, но и наших руководителей денежными премиями. Они у нас в абсолютном большинстве члены нашего профсоюза. Я так понимаю, год педагога и наставника в этот 2023-й, педагоги чувствуют заботу о себе, да, все-таки? Ну, безусловно. Мы от года педагога и наставника, я говорю как руководитель профсоюзной организации, наше-то дело направлено на то, что как можно больше защитить наших членов профсоюза, прежде всего педагогов, да и всех работников образования. Создать лучшие условия, способствовать этому созданию. Для этого мы, безусловно, используем свои традиционные методы. Мы встречаемся с, будем говорить, с депутатами различных уровней. Мы обращаемся во все органы государственной власти, вплоть до президента, чтобы рассказать о том, что волнует наших учителей, чего нам не хватает. И мы очень верим в то, что год учителя, год педагога и наставника должен дать достойный такой, ну, какой-то мощный толчок для усиления заботы о наших педагогах. Но кое-что уже, на наш взгляд, сделано. Самое главное, уже даны поручения президента, над которыми правительство Российской Федерации должно работать. Я вот прямо хотела на этом акцентировать внимание, потому что, ну, я думаю, что все должны об этом, в принципе, знать. Поручил президент обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на совершенствование правового статуса педагогических работников. Ну, это такая фраза официальная, если на русский язык перевести. А что в этом? Ну, во-первых, мы видим, что нарушается трудовое законодательство по оплате труда учителей. Именно не всех педагогов, а учителей. Потому что им не платится именно за норму труда. И мы очень надеемся, что это будет пересмотрено, если не в этом году, потому что мы понимаем, что специальная военная операция идет. Огромная масса учительств, в раз, наверное, это сделать невозможно. Но сегодня то, что предлагается пока министерством нашего просвещения, перекладывание той же самой суммы, но давайте разделим, давайте побольше на оклад, поменьше на стимулирующие выплаты. Давайте вот кусочек-то тот же самый. Конечно, это неправильно. Поэтому предложение профсоюза на всех уровнях – это прежде всего решить вопросы оплаты за норму труда, которая бы соответствовала средней заработной плате в регионе. Вот когда вы затронули заработную плату, у нас как она, у учителей тенденция к росту или она замерзшая? Она, безусловно, понимаете, средняя заработная плата в регионе растет, хотя мы получаем не от нее, а от дохода, а от трудовой деятельности. Это ниже на примерно 4-4,5 тысячи от средней заработной платы. Но она все равно растет. И к концу этого года она тоже прирастет примерно тысячи на 4, значит, средняя заработная плата. Но она, как бы сказать, цены ведь растут. Мы же понимаем, это покупательная способность, значит, ну вот. Поэтому это самое главное наше. Дальше мы все-таки понимаем, что огромная армия помогает педагогам. Это наши работники, обслуживающий персонал. И, ну, с радостью могу сказать, что минимальный размер оплаты труда с 1 января, ну вот, уборщики, например, служебных помещений будут получать, если даже только на ставку работают, больше 22 тысяч. Вот, минимальный размер оплаты труда. Ну и, конечно, это пенсионное обеспечение. Мы считаем, что совершенно несправедливо, что нашим педагогам дополнительного образования, а мы в городе сохранили великолепнейшую систему, значит, дополнительного образования, им не выплачивается досрочная пенсия. Это неправильно. И поэтому мы на этом вот постоянно над этим работаем. Ну и, конечно, нам хочется, чтобы в социальном плане какие-то были социальные льготы именно для учителей. Потому что вот здесь страшный кадровый голод. И это уже признаю... Сначала мы об этом во всеуслышание говорили. Меня даже в Центральном совете профсоюза... Ну, вы помните, что я, значит, ну, достаточно часто на телевидении об этом говорю. Ну, вот так воспринимается. Работают учителя и молодцы. Они две ставки работают. Завтра они на три будут работать. Понимаете, вынесут вот такое. Сейчас уже поняли, что это и в других территориях безобразие такое, значит. Вот. Поэтому, конечно, очень приятно, что в поручениях президента уже записано, что представить предложение, это в правительство Российской Федерации, о дополнительных мерах социальной поддержки педагогических работников общеобразовательных организаций, да, в частности, о предоставлении льготных ипотечных кредитов таким педагогическим работникам. То есть, чтобы хотя бы вопросы жилья, да, решались в первую очередь. И мы очень надеемся, что и наши депутаты нас услышат. Вот глава города нам сказал уже, что порешаем, попробуем порешать вопрос по оплате, значит, социального найма. Ну, хотя бы для молодых специалистов, которые... Ну, хотя бы начало. Вот начать-то надо с чего-то. Вот. Поэтому я думаю, что вот если вот эти проблемы были бы решены, и еще бы к одной проблеме вернулись. Если это к обязательной отработке тех, кто учится на бюджетных местах, в педагогических, значит, образовательных организациях, за государственные деньги. Ну, отработайте, ребята, три года. Отдайте государству вот то, что на вас оно потратило. А дальше уже вольному воле... Это то же самое, как и в здравоохранении. Вот сейчас обсуждается. Так обсуждается. Обучились. Здесь-то, понимаете, та же самая ситуация. Это другое дело, что учителей больше, чем врачей. Поэтому, да, тоже надо эту проблему решать. Если это будет, это будут очень важные вот такие, я бы сказала, стратегические решения. Вот есть такое понятие, как социальное партнерство. В данном случае это между правком и управлением образованием, насколько я понимаю. И администрацией. Благодаря нашему главе города. Какие проблемы? Вы знаете, у нас заключено трехстороннее соглашение. И в этом соглашении у нас есть многие вещи, которые прописываются, да, благодаря... Они уточняются по сравнению с, ну, будем говорить, с трудовым законодательством. Мы одними из первых установили доплаты, например, за наставничество. И... А нынче год педагога и наставника. И уже в областном соглашении появилось положение о доплате. Но там 10%. А в нашем соглашении, которое было свеженькое, вот оно у нас заключено, подписанное главой города и начальником управления образования весной этого года, у нас 20% за наставничество. В нем конкретизируются многие положения, да, которые есть, из областного они переходят. Ну и я не могу не сказать о тех трех миллионах, которые у нас выделены благодаря главе и нашим депутатам. Мы очень благодарны на санаторно-курортное оздоровление наших детей. Я помню, да, вы несколько лет об этом говорили. Но ведь мы просили, просили долгие годы, да. Но ведь спасибо, что нас услышали, и мы очень благодарны, потому что работать сегодня педагогом очень трудно. Еще один, наверное, узкопрофессиональный вопрос. Это условия аттестации учителей, о которых вы тоже говорили. По этой теме, наверное, были вопросы, в чем суть и какое-то решение принято было. Конечно, время меняется. Оно предъявляет новые какие-то задачи каждому учителю. Меняются образовательные технологии. Конечно, повышать свою квалификацию надо, да. Но, как правило, те, кому уже присвоены категории, да, и они уже верны вот этой педагогической профессии, они уже действительно по-другому работать-то не могут. Они уже привыкли работать вот в таком ритме. И поэтому я, ну, честно вам скажу, это огромное достижение профсоюза, в том числе и общероссийского профсоюза образования, и мы об этом многократно говорили, что сейчас, вот в этом году, значит, пройдет аттестация, ну, вот педагогический работник, он идет, подтверждает снова свою категорию, например, первую или высшую категорию. И подтвердив ее, она уже ему становится бессрочной. То есть ему больше не надо проходить аттестацию. То есть не надо. Нервные стрессы у многих происходят, потому что одно дело, я сам работаю в своем вот мире с ребятами и так далее, но не все люди могут, ну, понимаете, себя нахвалить, им себя вот каким-то образом показать, презентовать. Ну, и для многих, особенно, ну, тех, кто долгие годы уже проработал в образовании, не всегда, значит, является для здоровья даже определенный стресс. Вот мы этого добились. Введены должности, значит, педагог-методист и педагог-наставник, да? Да, вернее, не должности, а категории, категории, как раз это не должности. И они будут уже только те, кто имеет высшую категорию, и им будет присваиваться. И точно так же, если один раз им присвоили, тоже будет бессрочно, но до прекращения вот этих... Если он перестает работать наставником, то ему не будет этой выплаты. Ну, в принципе, ведь хорошо, да? Доплата за категорию будет и доплата из нашего соглашения трехстороннего. Ну, а самое-то главное, мы же с управлением образования проводим такое огромное количество совместных мероприятий для учителей, для создания морально-психологического климата благоприятного. И конкурсы профессионального мастерства, они и на всероссийском уровне, мы являемся соучредителями этих конкурсов, а уж на уровне-то города мы тут все в одной упряжке друг друга поддерживаем. Нередко в нашем информационном пространстве всплывают новости о конкурсах профмастерства. Вы уже тоже заговорили о конкурсах для педагогов. Учителя соревнуются за звание лучшего. Когда очередной предстоит? Да все начинается, вот уже с октября начинаем, идут этапы. Они же постепенно, сначала заочные, потом буквально там с декабря уже мы запускаем конкурс на лучшего учителя, воспитать. И каждый год у нас просто это как колесо обозрения, да, вот крутится, вот оно. Одних высаживаем, других, и все это очень интенсивно начинается. Я хочу рассказать о конкурсе, который будет прямо вот, вот, скоро. Это конкурс молодых педагогов, которые придут к нам в образовательные учреждения. Правда, я очень надеюсь, что хоть кто-нибудь придет, потому что, ну... Ну как, так неужели переживаете? Я очень переживаю, потому что вот передо мной лежит выпуск 23-го года, в котором практически единицы русский язык, литература, 11 выпускников. Это на весь север Свердловской области тут все, да, наши, значит, весь и горнозаводской округ, и севернее. И математика, информатика 13 человек, физики вообще нет, иностранных языков вообще нет ни одного. Но для тех даже, кто все-таки придет в школы, мы надеемся, что постучаться, пока такой информации еще нет у нас. Вот. Уже сразу, в 1-го, значит, ноября мы проводим конкурс «Молодой учитель». Вот этих, которые только переступили школьный порог. Задача наставника им сразу, да, подготовить их, посмотреть их, увлечь вот этой педагогической профессией. Конкурс этот инициировала наша областная организация профсоюза, мы его всячески поддерживаем. И на этот конкурс, ну, будем говорить, зрителями мы приглашаем всех молодых специалистов и транслируем его. У нас есть и победитель областного конкурса прошлого года, значит, вот, поэтому яркое зрелище, интересное. Ну, вот конкурс. Давайте завершение программы поздравим ваших коллег с наступающим их Днем Знаний. Ну, дорогие коллеги, конечно, на нашей городской конференции, которая проходила в нашем замечательном Дворце Творчества, это был необыкновеннейший праздник, поставлены очень важные задачи перед нашим тагильским учительством. Понятно, что задачи сложные, да, собственно говоря, как и всегда. Но вы всегда были в авангарде образования. Мы всегда, мы гордимся достижениями наших педагогов. И я абсолютно уверена, что все поставленные задачи перед нашими учителями будут выполнены. А мы, профсоюзная организация, постараемся создать еще лучшее условие, содействовать созданию этих условий для наших коллег. С началом нового учебного года новых успехов и побед. Всем здоровья и мирного неба. Присоединяясь к вашим словам, благодарю за участие в нашей программе, о том, какой микроклимат царит на федерогической среде нашего города, накануне 1 сентября нам рассказал председатель городской профсоюзной организации образования и науки Людмила Кузнитова. Всего доброго. Оставайтесь на ТГИЛ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин